Ну что мои хорошие, всем привет! Продолжаем играть в замечательную игру сноурана, которая становится нам с каждой серией все больше и больше, и это по-моему, друзья, замечательно. Да, я почитал последние комментарии в последнем видео, спасибо, что вам игра нравится, спасибо, что вам нравится мое прохождение, и сегодня мы немножечко пооптимизируемся, наверное, друзья, потому что... Потому что тикает время очень быстро, смотрите, как прям... Где-то один тик... Ну, где-то в 2-3 секунды примерно. Да, что мне говорили, где-то я пропустил грузовик, который, собственно говоря, вот он, скорее всего, да? Да, Chevrolet, Cadiac, C70. Мы сейчас поедем, наверное, на нашем УВАЗике, заберем грузовик, потому что я хочу, наверное, попродавать грузовики, потому что, в принципе, мне не нужно слишком их много на этой карте, мне так кажется. Но посмотрите, что, возможно, купим какой-то новый, более крутой грузовик, почему бы не. Также мне сказали, что на некоторых прицепах есть уже уложенное оборудование, вот, видите, то есть есть были кирпичи, колеса и какие-то, ну, эти, по-моему, какие-то инструменты, если я правильно помню. А какие-то прицепы пустые, типа, да? На самом деле, вот я не вижу, смотрите, ну, тут не написано, там нужен какой-то зеленый цвет должен быть, вроде, как говорили, смотрите. Это то, что может тягать, но он, он, или он, ну, он там был, по-моему, пустой, я не знаю, или не был пустой. Надо проехать, съездить, посмотреть, чтобы я не ошибался. Скорее всего, вы правы, думаю, что они загружены, эти прицепы, поэтому не нужно было нам ехать сюда, но мы не ищем легких путей, нам нужно, по-моему, сюда, на склад ехать. Вот, поэтому давайте... Мне прямо, видите, даже намекает, что тут нужно было забрать, видимо, этот прицеп, потому что... Тут даже стрелочка нарисована, ладно, это же Клауд. Да, я сегодня еще не выспался, так что все будем тупить по полной программе, но я постараюсь вырезать всю тупость, чтобы вас не нервировать, друзья. Все для вас, не для меня. Хорошо, телепортируемся тогда на УАЗик. Темно ничего не видно, конечно, но поехали. Заберем этот грузовик, давайте повесим метку, чтобы я точно понимал, нам надо куда-то примерно сюда, сюда и вот сюда. Поехали. Начнем прогулку на УАЗике, но это не страшно, потому что УАЗик у нас прям какой-то читерский, я уже говорил в прошлой серии, но ничего не страшно. Хорошо, идем. Да, сказали, зачем нужны... Вот, помните, я показывал на... От капота идут до крыш такие вот... Ну, не веревки, это такие тросики, это мне назвали, что это ветка-отсекатель, когда идти по лесу, чтобы ветки уходили через крышу, но, собственно, они не царапали вам стекло лобовое. Ну, поехали здесь, что мы боимся. Нет, там что-то страшно. Там что-то страшно. А мы там не утонем, надо. Кто-то интересно, в чате написал. Клауд, заеде глубоко на УАЗике в воду, да, и... Посмотри, видно ли воду внутри кабины. Хорошая. Шутка, не знаю, и не шутка, но это смертельно может оказаться. Не, ребят, ну тут глубоко. Ну, давайте попробуем, конечно, немножко. Может, не так все плохо. Заодно посмотрим, какая у УАЗика предельная глубина. Такие шнорки же у нас стоит, правильно? Ладно, понижайку. Дифференциалы, поехали. Блин, камень, грибы, а если мы на максимальной понижайке? Темно в камень убираемся. Так, задний ход тогда. Тут, наверное, быть проблемой больше камня, чем река, скорее всего, поехали. От первого лица хотим посмотреть, как вода заливает, но смотрите. Мы, правда, никуда не едем, мы, скорее всего, уже просто плывем, наверное. Давайте время помотаем, я просто нифига не вижу. Так, промотать время. Ночь. Пять утра, мне устроит. Так, хотя бы мы поймем, хотя бы, что тут происходит, потому что нифига непонятно. Вот мы никуда не двигаемся, не двигаемся. Давайте обычную понижайку попробуем. Ну, пока не тонем. Даже намека нет на то, что мы тонем. Но мы при этом и не едем никуда. А почему мы не едем-то? Как посмотреть? Давайте попробуем еще раз что-то непонятно, почему мы не едем, если честно. Вот камень мешает в этом месте, это понятно. Давай, 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 давай. Как будто обратно выезжать, если мы не проедем вдруг. Нет, ну, видите, мы не можем дальше ехать, знаете, почему? Потому что мы тупо уже, по-моему, плывем, банально. Не только здесь камни мешают. Ну да, видите, я даже уже не еду. Но при этом, заметьте, что мы до сих пор еще не тонем. Но проблема в том, что мы сейчас, скорее всего, вообще никуда не уедем. О, мама! Ты бери меня обратно. Так, подождите. Это не смешно уже, если честно. У нас еще бензина нету, а нам не нужно еще открыть машину новую. Давай! Давай! Течение мне поможет, я уверен в этом. Нет, разовите, скорее всего, проблема в том, что мы просто банально плаваем, мы не можем так проехать. В этом-то вся главная проблема. А сделано ли это специально с работчиком, не знаю, но потому что, в принципе, на... Может быть, потому что машина легкая еще, наверное, возможно, это в этом причина. Потому что в оригинальной игре плавать так можно было без проблем. Ничего, по-моему, не испытывали в этом плане. Каких-то дискомфортных ощущений. Ну, главное, ребята! Главное, друзья! Мы не тонули даже на юг, а не было на то, что мы тонули. Шнорки делает свое дело, ребята. Это прям вау! Ладно. А я точно хочу через дорогу ехать. Нормально, поехали рядом. Просто бензина уже мало. А, мне это я вспомнил, что у меня бензин, к сожалению, есть только на... А International Hoversteel? А, такая дорога ведет. Ага, мне она не нужна. А у вазика, к сожалению, дополнительной канистры нету. Но пофиг. Небольшой мостик. Я вот думаю, зачем нам нужны мосты, ребят, да? Кому нужны мосты? Поехали вот сюда, прям за мной проверим. Шноркель все-таки. Вообще просто, даже не почувствовали, друзья, даже не почувствовали, зачем мне мосты на у вазике. Ну, в смысле, мне не нужны мосты на у вазике, чтобы я ехал по грязи. Особенно военные, да? Вау, какая-то интересная зона. Мы здесь были, но мы были здесь ночью, я ничего не видел. Уже поинтереснее. Где-то здесь машина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, куда-то не туда я уехал. Давайте отменим маршрут сюда. И вот так. Благо рядом находится. Вот, видимо, заготавливают лес. Блин, красивые места. Вот, я уже говорил, но я еще раз хочу повториться, что... Сейбер Интеррекциев молодцы. Что сделали очень... Поработали над картами. Они все прям очень детализированы. Все очень нравятся. Также мне сказали, Клау, зачем ты едешь по дороге, если можно ехать прям по деревьям? Это такое, что? Каким деревьям? Так, что за тачка у нас тут? У-у-у! Видели, я даже прыгнул. Но не внушает мне, конечно, надежды. Так, не нужен еще у васик, наверное, да? Мне сказали также, что есть еще какое-то секретное улучшение, которое находится между лесопилкой и АЗС. По-моему. Где-то в черной области. Но мы здесь катались. Я его не помню. И да, и, ребят, странно, что вот какая-то область. Видите, мы как бы вышки открываем. Может быть, не странно, потому что вышки, может быть, дальше не смотрят. Теория действительно может быть в какой-нибудь в такой области что-нибудь вкусные валятся. Надо будет тоже покататься. Но, ребят, мы будем делать сегодня оптимизацию. Поэтому. Пересаживаемся. А может заправить? Подожди, у меня бензин есть какой-то. А, это я могу заправить, наверное, на другую машину. Но мне нечем. А я могу своим баком заправить? А, серьезно? Давайте попробуем. Так, это источник. Я... Да, я могу залить, смотрите. Половину. Вот этого не было, да? То есть я со своего бензобака отсосал. И залил другую машину. Вот это вот этот поворот. А я могу еще отремонтировать что-то? А у меня запасное колесо. Если я могу колесо поменять. Нам... А давайте поменяем что-нибудь. Одно колесо еще поставили. Сзади еще одна колеса. Прикольно. Слушайте, много я в игре знаю, не узнаю, да? То есть она полностью убита, машина. Было бессмысленно, да. В смысле нет топлива? Я только что залился. Бензобак протек. Я залил, он сразу протек. Ладно, делаем, ребята, оптимизацию. Кодиак телепортируется в гараж. Даже не будем эваку... Хотя... А не, ну мы не сможем эвакуировать, у меня бензина нет. До заправки мы уже не доедем. Эвакуация. И сразу, наверное, продадим. Давайте посмотрим, что за машина, конечно. На тюнинг. Так, Шерлэй Кодиака С70. Наверное, какого-то древнего года. Можно мотор поменять. Коробка не меняется. Подвеска стандартная. Можно колеса поменять какие-нибудь интересные. Давайте посмотрим, как вездеходные колеса смотрятся. И с цепями там. 43-й, смотрите, прям вообще. О, злая резина какая-то. Класс. Так, лебедочка. Это неинтересно. Дифференциал у него нет. Дифференциал у него подключаемый. Полный привод получается, да? Видимо, мы сейчас разберемся. Шноркель можно поставить. Не нужен. А, тут есть отдельный дифференциал. И отдельный полный привод. И что-то я тупил все это время, да, видимо. Мы не можем его купить. Поэтому продаем грузовик. Он нам нафиг не нужен. Могу я продать его? Должен же как-то же продавать, правильно? Магазин? Так, нам нужны грузовики. Где мой Кодиак? Это шоссейный. А у нас, видимо, не шоссейный. Вот он. А, купить. Есть, вижу клавишу купить. Давайте почитаем этот грузовик. Старший брат модели 1500. Промежуточный вариант между небольшими поисковыми автомобилями и полноразмерными грузовиками с короткой базой. Не самый мощный и не самый прочный автомобиль своего класса. Многие прицепы и модули могут оказаться для него слишком тяжелыми. Но с большей частью задач этот грузовик справляется. Слушайте, он дофига стоит. Почему я не могу его продать? Что я не знаю, как его продавать? Ага, нашел. Так, этот продаем правильно, активный. 33 косаря, друзья. Зарабатываем на халя... Вроде правильно продал. Я уже испугался. Так, это мы не продаем. Это моя любимая машина. Единственное, что это машина, я хотел поставить тюнинг хороший. А, подожди, у меня уже бабки появились. Почему я туплю? Нажди, все. Нам нужен очень хороший внедорожник. Тяжелый. Вот, вездеход есть. А, 82 косаря, друзья. 82 косаря. Хочу посмотреть на эту прелесть. Какая у него гигантская подвеска высоты. Смотри, какой большой высоты, ребята. Рама как находится высоко. Охренеть. Только денег столько нету пока, что, к сожалению. Офигеть. Так, хорошо. Ладно, вездеход не вариант. 126 тысяч, серьезно? И что, Хаммер покупать теперь только? Точно, есть даже техничка. Офигеть. Интернашнел Лоудстер называется. Машина. Можно делать за нее техничку. Это мы смотрели Хаммер. Эквольный тоже видели. Авторил недоступен в США. То есть, скорее всего, это с Аляски, наверное, будет доступнее. А, это Нива. Ее... Как? Дон. Дон 71 называется. Нифига себе, ребят. Я хочу эту Ниву. Ладо 4х4. Уху-ху. Оно, конечно же, в таймере доступно только. У Ази, который у нас уже есть с вами. Буханку тоже. Ну, это дешевая машина. Мне нужен грузовик, реально. Не шоссейный. Тяжелый денег не хватит. А вот этот вот грузовик, возможно, что-то... У меня открыл только этот... А тут уже уровни нужно смотреть, какие высокие. Йоперный театр. Здесь нужно следовать мир. Здесь 12 уровень. А шоссейный мне нафиг не нужно. Вот этот класс смотрится классно. Смотрите, какая штука классная. Чем-то Форд. Я думал, что это будет не Форд. Это, ребята, Форд. Смотрится бомбически классно сделана машина. Детали прям вау. Жадко, что нельзя посмотреть кабину. Во время просмотра. Ну ладно, фиг с ним. То есть, друзья, смысл в том, что я ничего не могу купить. Я продал, конечно. В общем, пойду все деньги на апгрейды. Ну, у меня такой, по-моему, есть GMC. Или старый, я на нем катаюсь. Все. Я могу максимум техничку. Либо надо копить. Ну, можно еще такой грузовик продать. Взять вот этот вот грузовик. Он вездеход написан. Давайте посмотрим. 82 тысячи. Самый реальный из них всех. 82 тысячи. Давайте посмотрим, что мы сможем продать. Покинуть гараж. У нас по машинам еще осталось. Это GMC, которая мне нафиг тоже не нужна, по сути. Она... Давайте тоже продадим ее. Поэтому телепортимся. Эвакуация. Так, я, походу, не могу ее продать. Или могу? Ну, это не могу продать. Почему-то закрыто. Или больше, чем одну машину нельзя продать. В смысле закрытой машины? Это либо бак какой-то. Либо что-то еще. Я хочу ее продать, пожалуйста. Блин, не могу, короче. Не знаю, почему не могу. Это очень странно. Ага, смотри, какие проблемы у нас. А нормально все будет? Из зоны выехать дадут. То есть я могу продать, в теории, только пикап. Могу продать... Я, наверное, свой флистар могу продать. Но это тоже не вариант. Да, друзья, печальник. А что еще осталось? Скаут продать? Не хочу. У него начинают, он красивый. Не, остальное просто жалко продавать. Но, на самом деле, вот эту штуку надо продавать по-хорошему. Прицеп можно, наверное, продать. Но это не точно. Я на него не могу переключиться. К сожалению. Ладно, тогда возвращаемся к флистару. Поехали дальше. За кирпичами или там какой-то херня ремонтной. Просто нет смысла уже возвращаться в город. За всем прицепом. Я уже все полпути проделал. Поэтому я пойду дальше. Заодно проверим, проедет ли здесь наш флистар. Мне кажется, без проблем проедет. И более, если полный период подрубить. Я в какую-то колею заехал, блин, буратскую. Нормально, друзья. Да, мой маркетинговый ход не удался. К сожалению, я не могу продать почему-то второй машину. Не знаю, почему. Напишите в комментариях, почему игра не дает это сделать. Это печально, на самом деле. Очень хочется продать. Потому что мы не едем тут особо сильно. Не, ну нормально. А назад будем ехать уже с горочки. Будет легче. В теории. Да, хорошо. Хорошо проезжаем. Нормально. По-моему, это была вот самая вот... Та лужа, которую мы прожали еще в конце прошлой серии. Там было, по-моему, самое тяжелое место. Из всего этого маршрута. Поэтому дальше будет легче. Будем надеяться. А, нет. Там еще будет какая-то грязь не очень приятная. Там посмотрим. Атмосферненько, красиво. Все нравится. Все нравится, друзья. А вот тут, я не помню, куда ехать надо. Можно прямо... Не, я в объезд поеду тут. Там такая грязь, что мы там явно не проедем. Скорее всего. Даже с полным приводом. А, у нас же еще есть дифференциал, я забыл. Так, что не все так страшно. Так. Опасное место. Прям левее. Ой-ой-ой-ой-ой. Прости, машинка. Постараплюсь. Как могу. Эта машина просто прыгает. Офигеть. Давайте. Прямо здесь проедем. Мимо столба. Не, ну нормально. Вот это место тоже плохое было. Вот это однозначно. Даже сейчас я никуда не еду. А, что случилось? Колеса почему-то в воздухе. Ладно, блокируем тогда дифференциал. Смысль? Ты никуда не едешь. Вот на чем я сейчас сижу? Подождите. Это, по-моему, баг игры уже. Я не вижу ничего такого, чтобы можно было сесть. Хорошо, задний ход. Вы издеваетесь. Серьезно, на равном месте? Ладно, а зацеп есть какой-нибудь, нет? А, отлично. Нет, не отлично. Он почему-то задний зацеп. Ладно. Вот я и... Решил срезать, да, ребят? Где-то на чем-то сижу. Не очень понятно, на чем. Возьмем не чуть левее, попробуем. Опять едет, смотри. По траве, что ли, не едет? Что происходит? Вот это поворот. Неужели максимальный ребят как-то только назад? Йоперный театр. Доездились. Ну, так не честно. Нет, я вывожу как-нибудь сейчас посмотрим. Потихонечку продвигаемся. Здесь и так шить колеса, смотрите. Опа, 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 пошел, 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 пошел. Красавчик. Нет. Все-таки за рулем едет профессионал, поэтому проблем с этим нет. Ладно, поехали. На обычный. Раза четвертая. Красавчики. Подождите, здесь я правильно еду? Да, по-моему, правильно. Вот тоже плохое место. С грязью. Ну, мы по инерции залетаем. Давай-давай-давай-давай. Блин, ну, ребят, согласитесь, что самая красивая эмуляция подвески и грязи, и вот это всего, ну, прям очень достаточно делаем. Да, кто-то там жаловался, кричал в комментариях, что вроде как машина подлетает от колеса в воздухе, ну, да, бывает такое. А что, не бывает от колеса в воздухе? Если ход подвески очень маленький, ну, да, колеса в воздухе. Ну, да, немножко не очень красиво там смотрел. Вот сейчас, например, левое колесо, да, немножечко там. Не совсем красиво смотрелось местами, но, ну, блин, ну, сделайте лучше, сядьте, я не знаю. Сомневаюсь, что у вас получится. Какая-то интересная дорога в этом месте. Какая эмуляция грязи, прям вау. Белиссимо. Оказал, Бензи Феррари. Ну, ладно. Нам направо, кстати. Взять по всему, да. Все, полнопривод не нужен, экономим топлива на всякий случай. Едем на склад. Вэйхаус. Окей. Мы съехали ночью. Давайте сейчас посмотрим. Днем намного здесь все красивее. Мне больше нравится. Нам нужно загрузить в запасные части. Одна штука. Можно еще даже две штуки. Слушайте, давайте еще прицеповать. Я же могу его взять. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, чтобы зря не кататься, я еще загружу что-нибудь, да. Опа! Четко. Вот теперь поехали. Так, а что мне будет нужно? Давайте еще продумаем сразу заранее. Свою машину я загружу, не кирпичи. Подождите. Мне нужны запасные части. Вот они. Две штуки загрузим сразу. Наверное, на всякий случай. И, наверное, еще в прицеп загрузим. По-моему, там кирпичей рядом нет. Да, вот эти бетонные блоки я там не видел, поэтому давайте возьмем их. Сейчас по максимуму загрузились, друзья. Сейчас будет экстрим. На обратную дорогу будет весело. Я подозреваю, друзья, но я уверен, что мы справимся. Потому что, как я и говорил, за рулем работает профессионал. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, так. Единственное, что проблема в том, что я не помню, можно ли как-то поехать, немножечко сократив расстояние. Сейчас посмотрим. Надо выходить до развилки и там разбираться. Ну, нормально так загрузились. Благо, с горочки придется ехать. Так, вот, смотрите, гараж налево, фабрика направо. В теории, можем так проехать, да? Вот, смотрите, здесь вот выехать, сюда, 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 и на ЗС вернуться. Вот, смотрите, хорошее место. Но мы... Вот я тут не уверен, что мы проведем, а не можем приехать нормально. С горочки будем съезжать. Вот так, вот так, вот так. ДЗС, да? А что нам это даст? А потом вот так вот сократить, смотрите. Ну, ладно, сегодня у нас будет экстрим, я знаю, я люблю экстрим, я... Я не могу остановиться. Давайте налево и направо, потом, да? Все, полный привод, там рядом БТЗС проезжать будем, заправимся заодно. Заодно проверим еще раз физику игры. Все, как вы любите, как я люблю тоже, надеюсь. В теории, у нас сейчас очень сильно машина придавливает, и мы, возможно, даже не застряли. Но у нас будет сначала подъем, потом будет спуск. Главное, преодолеть их гребаный подъем. Что-то я уже не еду никуда. А, ну там грязь со стороны. Просто красавчики мы с вами, ребят. Не хватает, конечно, мне сейчас дифференциалов, но я могу вырубить его только на пониженное. На пониженное мне сейчас не нужна. Это сейчас, судя по всему, пригодится. Ладно, переходим на пониженное, блокировка. Вот мне интересно, ребят, делаем вставки, проедем, не проедем. Я люблю экстрим, друзья, поэтому я решил убрать жесткий маршрут. Заодно потестируем флистар по полной программе с прицепом. И с нагрузочкой. Вот как тут лучше ехать? Прямо по грязюке или справа? Ну, мне кажется, справа тоже будет грязюка. Поэтому тут уже вариантов особо нет. Но главное, чтобы были деревья рядом, чтобы я мог хоть как-то подниматься. Стоп, подождите, я правильно еду? Да. До этой развилки потом вот сюда. Правильно? Да. Отлично. Какая красивая грязь, смотрите. Ух. Ух. Еще в дворнике, да? Ну, в этой игре я еще не разу не видел, чтобы во время въезда в лужу пачкались эти вот стекла. Потому что модернери, модернери такой есть. Вот там тоже дворников нету, я мечтал. Но здесь поскольку не пачкаются стекла, возможно, нет смысла в них. Слушайте, ну пока все идеально. Едем. Ниженьких проблем впереди, судя по всему, все будет хорошо. Но это не точно. Если это грязь, прям вот такой подъем жесткий, то я не знаю, что это сейчас будет. Это грязь? Вроде норм. Ну, тут у нас преимущество, что мы едем вокруг леса, да? То есть на слева, справа, да, лесная дорога. Я в шоке, как он затягивает. У нас, конечно, новый мотор стоит, но есть такой более тяговитый. Но он затягивает, смотрите, легко. А там, напоминаю, на сзади бетонные плиты. Это вам не хухры-мухры. И вот здесь надо налево, да? Ага, все правильно. Так, поворачиваем потихонечку. А то еще в месяце поворот. Нас еще немножечко сносит, друзья. По-моему, что-то идет не так. Хорошо. Мы все как удобно сделаем, да? Бензобак и ступенька бензобаки. Круто. Так. По-моему, все идет по плану. Только вот впереди очень высокий подъем. Очень резкий, точнее. Тут, наверное, будет проблема. Пожалуйста, Флистар, покажи нам, что ты можешь. Главное преимущество, здесь вроде как нет грязи. Полный привод, дифференциалы. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь просто дерьмовый подъем, ребята. Я боюсь, что мы не заедем. Мы уже никуда не едем. Вот вам и резина. Или мощь с мотор не хватает. Если чуть сюда. Надо из колеи выехать как-то попытаться. Не могу. Не могу заехать на колею. Не хватает. Я, конечно, могу читернуть немножечко. Посмотрим. Если не смогу заехать, попробую читернуть. Да-да-да, ребят, печально просто вообще. Даже ничего не хватает. Не мощь. Ну, мы поскользим, на самом деле, просто панально. Ладно. Тактика номер два. Отцепили прицеп. Подожди, я хотел... Вот, я это-то хотел сделать. Попробую на лебедке заехать. Так, ну, делаю, что могу. Подождите. Попробую еще с лебедкой потянуть. Посмотрим, что будет. Не хватает. Да, как мне тогда... Я могу уж пониже спуститься. Подождите, в теории. Покажем вот так, да? Потянуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Что я творю? Ну, очень хочешь забрать этот прицеп. Очень хочется, друзья. Очень хочется. Не знаю почему. Ну, походу, не получится. Слишком длинный у нас трос получается. И у меня из-за этого проблемы серьезные. Не, ребята, я оставлю. Здесь потом заберем. В принципе, если помучишься, не знаю, полчасика, я, наверное, достал бы этот прицеп. Но уже бензин заканчивается. Надо все-таки доехать до конца, как планировали. Главный груз я с собой везу. Вот эти запасные запчасти. Хрен с ним. А по-топик мы потом заберем. И поставим нормальные колеса на наш. Постепенно наш грузовик. Все будет хорошо, друзья. Хотя, поехали на автомате. Фух, ну пытка не пытка, как говорится. Вроде бы почти получилось, друзья. Почти. Если бы не этот камень, не этот скала, я бы точно забрал его. Сто процентов уже забрал бы. Потому что, видите, здесь уже легко проезжать. Так, доезжаем за заправочки. Заправляемся. Кстати, говорили, что это миссия. Это надо вот эту цистерну вот где как забирать. Вот эту большую. Потому что я ошибался. Но я могу ошибаться? Я же человек, друзья. А вы люди, ребят? Шутка, ладно. А теперь идем вот таким маршрутом жестким. Скорее всего. Ну, я думаю, что вытянем. Вот так, все. Я думаю, все будет хорошо. Сейчас, конечно, посмотрим, что мы за маршрут. Но мне кажется, все будет нормально. Жалко, конечно, прицеп, что не забрали. Но я думаю, что я его заберу в другой раз. Возможно, мы сможем купить там наш вездеход когда-нибудь. А почему здесь две дороги? Подождите. А нам на вот эту дорогу. Поехали. Полный привод. Да, думаю, что проедем. Хотя, вот там внизу вода какая-то есть. Но там в то же время еще деревья есть. Слава богу. Ну что там, с горочкой какая скорость. Ух! Вот даже не дорога. Это какая-то хрень. Так. Вот у нас стал момент истины. Да, тут видите, какая главная проблема. Помните, я тут застревал? Дорога, блин. Где-то дорога. Переходим на понижайку. Блокировки. Не, поехали через деревья. Там опасно. Я хочу, что через деревья. Ну, пока едем вроде, да? Но там дальше тоже мне очень сильно звучит. Здесь-то хотя бы есть деревья. А дальше? Так. Вот эти уже никуда не едем. А, ну это большое древно можно нормально тянуть. Отлично. А. Окей. Да, вот тут он, тут такой, знаете, баланс между ехать через бревна, который вроде как здесь лучше сделан, у него запреминается, и можно через них ехать. Либо ехать через воду с грязью. На шоссенной резине. Поэтому тут вот видите, когда ты спереди, я пойду лучше правее. Потому что если там я застряну, я все, я туда не выйду. Цепануться будет уже негде, просто банально. Поэтому рисковать не будем, поедем по-нормальному. Фар вообще работает? Работает. Если по-нормальному. Пойдем не по-нормальному, пойдем возле деревьев. Я имел в виду. Это тоже ненормально, к сожалению. Но хоть какая-то есть тактика выживания. Тоже плохой момент. Но мы едем справа. Пока вроде все хорошо. Ой, я микрофон дернул. Кратно. Да, ребята, выехали. Все хорошо. Давайте здесь направее возьмем. И все, двигаемся в сторону обвала. Все нормально, друзья. Но прицеп было жалко. Ну что, друзья, наконец-таки мы доехали. Приближаемся к разгрузке. И посмотрим, что какую-то анимацию, видимо, новую. Как там вал будет убираться. Может, какие-нибудь тракторы приедут, не знаю. Сейчас видим эту анимацию. Навороченную. Здесь я правильную штуку привез. Разгружаемся. А, ну просто без анимации. Позор, позор. Шутка, нормально. Нет? Я, в принципе, тоже так устраиваю. Говорят, вы помогли нас справиться с овалом. Вы уже становитесь местной знаменитостью. Неплохо. Хорошо. Давайте посмотрим, что это нам дало, кстати. Теперь здесь можно проехать. Вот здесь вот, да? Бам-бам-бам. И здесь у нас, что здесь у нас? Магазин прицепов доступен теперь. И мы можем нормально, наконец-таки, выезжать в другой регион. На дамбу. И с этой стороны у нас какая-то миссия, судя по всему, да? А, это просто прицеп трентованный. Пустой стоит. А, вот еще миссия, скорее всего, тоже вот. Изберется, забирается прицеп. Может быть, пытаться забрать. Там вал надо будет как-то объезжать. Вот так заезжать, забирать. Вот. Ну, друзья, на этом мы с вами заканчиваем. Надеюсь, вам было все еще интересно. С вами был Клау. Спасибо, что смотрели. Пока-пока-пока.